Чем полезен пост и почему стоит поститься, хотелось бы узнать. Если я вам буду сейчас теорию излагать, то это будет одно. А если вы на практике попробуете, мне кажется, это гораздо лучше будет. У нас, кстати, буквально через недельку начнется Успенский пост. Он достаточно короткий. Продлится он в этом году с 13 августа и до 28 августа же. У нас 28-й это какой день недели? Сейчас я гляну. Да, это четверг. Значит, 28-го уже поста не будет. Попробуйте попаститесь, попробуйте. Две недели не так много, мне кажется. Пост такой трогенький и не просто попаститься, в смысле воздержаться от мяса, молока, шашлыка, рыбы, от чего-то такого рода. Но попробуйте еще и о душе своей позаботиться. То есть помолиться, в храм сходить, на службе постоять. Тогда вы, может быть, и почувствуете. А вообще правильнее наоборот сделать. Сначала начать молиться, храм посещать. И когда человек начинает такую духовную жизнь вести, он ведет, ведет, потом думает, дай-ка я еще и попащусь. Начинает поститься и чувствует, а это хорошо, а это помогает. Он чувствует, для него это становится полезно, важно. Не просто так, для галочки или для моды. Некоторые, знаете, для моды постятся. Это так прикольно. А я вот пощусь, мол, да? Ух ты, круто! А мы вот такие не постимся, а человек постится. Есть такая мода сейчас. Не для этого нужно, конечно, поститься, а для себя, для души. А теорию я вам, наверное, не буду говорить. Потому что теория есть теория. Можно ее до бесконечности развивать. Лучше один раз попробовать, чем тысячу раз говорить. Это все равно, как я бы вам описывал, что такое мед, если, например, вы его не пробовали. Но проще сказать, возьми вон мед, попробуй и сразу поймешь, что это такое. От празднословия нетрудно. Я вообще могу весь день молчать. А вечером как выдам? Так ведь пост-то, видите как, бывает и многодневный. Две недели, например. Тоже ведь не будешь две недели… Ну нет, можно, конечно, воздержаться. Две недели не совсем молчать, но, по крайней мере, говорить немножко. Воздержаться от осуждения. Это вообще всегда нужно, не только во время поста людей. Не осуждать, но поменьше участвовать в разговорах таких не очень хороших. Сплетни всякие, праздность всякая такая. Попробуйте-ка, оно тоже нелегко. Потому что, когда люди работают, сотрудники на работе, знакомые, подруги или друзья, что-то начинают, как на грех. Вот только начнешь поститься, и тут как тут. Сразу начинаешь видеть, что тебе тут начинают дергать справа, слева, говорить об одном и другом. Когда не постишься, на это внимание не обращаешь. Вроде как бы и мало этого. А когда начинаешь внимательно смотреть на все эти вещи, замечать это, Боже мой, как этого много в жизни-то, на самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!